МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все болезни от нервов. Это расхожее утверждение, знакомо многим из нас. Правда, большинство думают, что это не более чем шутка. А ведь на самом деле нарушения в работе нервной системы, психологические переживания, стресс и хроническая депрессия способны послужить катализатором и отправной точкой многих проблем со здоровьем. По данным Всемирной организации здравоохранения, психосоматические причины лежат в основе 85% заболеваний человека. Цифра более чем значимая, но на нервы тоже все списывать не стоит. Близорукость – это вовсе не защитная реакция мозга на нежелание что-то видеть, а отит – что-то слышать. И тем не менее, научно доказано, что люди, которые в силу профессии, характера или жизненных обстоятельств постоянно испытывают нервные перегрузки, к 40 годам чаще болеют сердечно-сосудистыми патологиями, язвами, гастритами и рядом кожных заболеваний. Именно о них сегодня и пойдет речь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну а сейчас самое время представить нашего сегодняшнего гостя. Знакомьтесь, у нас в гостях Геннадий Викторович Драгун, врач-дерматовенеролог, заведующий диспансерным отделением Гомельского областного клинического кожно-венерологического диспансера. Здравствуйте. Добрый день. В самом начале программы мы уже сказали о том, что стрессовые ситуации являются для организма некоторыми провоцирующими факторами для возникновения той или иной болезни. Кожные заболевания также имеют такую основу. А как работает этот механизм? На самом деле стресс, как триггер, является пусковым механизмом для развития или усугубления заболеваний таких соматических, как сахарный диабет, артериальная гипертензия, язвенная болезнь желудка, двеносперстной кишки. Ну и не является исключением для дерматозов, то есть для кожных заболеваний. Дело в том, что кожа сама по себе является органом, как все полноценные органы остальные. Несет на себе множество функций. Например, дыхательная, резорптивная, то есть способность всасывать какие-либо вещества. Функция теплообменная, терморегуляционная. В коже имеется множество рецепторов, которые воспринимают сигналы. И кожа является органом-мишенью, в том числе и для стресса. Стресс для кожи может быть как физическим, так и психоэмоциональным. Травма – это тоже стресс. Возникает выброс гормонов над почниками, гипоталамусом, гипофизом. И, естественно, кожа реагирует. А какие именно кожные заболевания могут возникнуть у человека на фоне стресса? Различные заболевания. Это, в первую очередь, и псориаз. Это и атопический дерматит, то, что раньше называлось, старое название нейродермит. Это и стрессогенная крапивница. Это повышенная потливость, гипергидроз кистей, стоп, подмышечных впадин. Сейчас мы подробнее с вами поговорим о таком заболевании, как псориаз. Но для начала давайте посмотрим небольшую анатомическую справку. Псориаз – это хроническое неинфекционное заболевание кожи, которое характеризуется появлением псориатических бляшек. Болезнь не зависит от пола и возраста, а всего на Земле от псориаза страдает около 4% населения. Заболевание может проявиться в любом возрасте, но в 70% случаев это происходит с 15 до 25 лет. Именно по этой причине псориаз называют болезнью молодых. Геннадий Викторович, та информация, которая прозвучала сейчас в нашей анатомической справке, она соответствует действительности? Да, на самом деле псориаз – это хроническое неинфекционное заболевание, в том числе воспалительное. В последнее время доказали, что это аутоиммунное заболевание, наследственно обусловленное. На самом деле болеют чаще молодые люди. Ну, псориаз встречается и у пожилых людей. В последнее время на диспансерный учет к нам становятся и дети младенческого возраста. В одинаковом количестве болеют как мужчины, так и женщины. Пациентов с псориазом на всем земном шаре, ну, это, наверное, больше касается скандинавских стран, там больше процент, а в среднем 2-3 процента. Можно ли назвать псориаз чисто кожным заболеванием? Однозначно нет. Псориаз – это хронический дерматоз, который может сочетаться с такими патологиями, как поражение суставов. Существует такое понятие – псориатический артрит. Вообще, в последнее время очень много научных статей именно о псориазе, в которых пишется о патологии сердечно-сосудистой системы у пациентов с псориазом. Очень высок риск инфаркта миокарда у таких пациентов. Часто псориаз ассоциируется с такими патологиями, как ожирение, сахарный диабет. Псориаз может приводить к психоэмоциональным нарушениям, даже к суицидам. В интернете можно прочитать о том, что болезнь псориаз, есть у нее и свои положительные моменты. Например, больные псориазом выглядят моложе, чем их сверстники. Риск заболевания онкологии у них меньше. Правда ли это? Несколько лет назад были статьи о псориазе. Там, где указывался патогенез, с выходом клеток иммунной системы. Это интерликины, это фактор некроза опухоли альфа. И считалось, что пациенты с псориазом на сегодняшний день, они меньше страдают онкологическими заболеваниями. И именно кожи, в частности меланома кожи. В связи с тем, что фактор некроза опухоли альфа у таких пациентов был высок. А что касаемо возраста, как выглядят пациенты? Действительно ли моложе? Пациент с псориазом выглядит точно так же, как и обычно здоровый пациент. Это не связано с заболеванием. То есть это все те же мифы, как и о многих других заболеваниях, которые мы читаем в интернете? Скорее всего. При каких условиях нервный стресс может спровоцировать начало заболевания? Это, скорее всего, зависит от стрессоустойчивости организма. Одному человеку достаточно. Один раз понервничать просто и все? Да, одного острого стресса. Другому у другого накапливается на протяжении многих лет. Различные стрессогены, обстановки в семье, в быту, на работе. Поэтому здесь критериев однозначных нет. А можно ли назвать псориаз генетически детерминированным заболеванием? Однозначно. Псориаз является наследственно обусловленным заболеванием. Выделен ген, который влияет на развитие псориаза. Значит, и не один ген. Это считается полигенным заболеванием. Если в семье оба родителя больны псориазом, то в 41% случаев ребенок может заболеть этим недугом. Если один из родителей, то такой процент достигает 14%. И если человек, у него отягощенная наследственность по псориазу и носит такой ген, это не означает то, что он обречен на это заболевание. Сейчас можно заказать себе либо ребенку генетический паспорт. А можно ли как-то узнать, может ли заболеть ребенок псориазом? Ну, в мире проводится генетическое типирование в больших центрах. Вообще, если оба родителя болеют псориазом и есть шанс заболеть ребенку, конечно, здесь сыграют большую роль провоцирующие факторы. А какие еще провоцирующие факторы могут повлиять, если есть генетическая предрасположенность? Существуют триггеры, доказанные мировой наукой, дерматологией. Во-первых, это инфекция. Чаще всего это стриптококковая инфекция, которая вызывается бета-гемолитическим стриптококком. Это и ангины, это и хронический танзелит, синуситы, гаймориты. Чаще всего такой фактор ассоциируется с каплевидным псориазом у молодых людей. Следующий фактор – это алкоголь. Тоже влияет на развитие и усугубление течения псориаза. Курение однозначно является также триггером для усугубления или развития самого заболевания. Прием некоторых медикаментов. Чаще всего это бета-блокаторы, то есть те препараты, которые применяются для лечения артериальной гипертензии. Антидепрессанты, например. То есть так же, как в любом заболевании, это здоровый образ жизни. Да. Я забыл сказать о травме отдельно. Травма – это тоже фактор, который способствует развитию псориаза. Есть даже такой феномен Кёбнера или изоморфная реакция, которая возникает на месте травмирования кожи. Любая царапина, удар может спровоцировать появление новых высыпаний. Также в последнее время отмечают одной из причин развития псориаза – это травма головного мозга. То есть при травме головного мозга чаще возникает обострение и вообще развитие… И есть риск развития псориаза. Геннадий Викторович, а по каким признакам человек может заподозрить у себя такое заболевание, как псориаз? Ну, во-первых, это высыпание. Для высыпаний характерна излюбленная локализация. Это волосистая часть головы, это локти, колени. Они называются дежурными местами, дежурные бляшки появляются. Что касается высыпания, это узелки, либо бляшки розово-красного цвета, разной насыщенности, покрытые серебристыми чешуйками. Хотя я хочу отметить, что псориаз – это проявление классического псориаза. Псориаз имеет очень много форм. Это вульгарный, обычный, обыкновенный псориаз. И осложненные формы. Это псориатическая эритродермия. Это когда кожа поражается более 90% по площади. Это пустулезный псориаз, который проявляется гнойничками на ладонях, подошвах. А также может быть генерализованный по всему телу. Это псориатическая артропатия с поражением суставов. Таких пациентов очень много. У людей, страдающих псориазом, 25% с поражением суставов. В интернете очень много рецептов, как избавиться от псориаза. Насколько действенны все эти обещания? Я постараюсь ответить таким образом на ваш вопрос. Более 100 лет назад основателем могущественной финансовой группы Рокфеллером была выделена премия, которая по стоимости приблизительно равна Нобелевской премии тем людям, которые придумывают лекарственный препарат, исцеляющий псориаз. Ну, на сегодняшний день такого не произошло. Такой премии никто не получил. Поэтому я, наверное, таким образом отвечу на ваш вопрос. Но хочу в продолжении сказать. Значит, я сторонник, как и многие другие врачи-дерматологи, сторонник доказательной медицины, которая включает доказательную диагностику и доказательное лечение. Что касается доказательного лечения, существует несколько препаратов. Препаратов выбора, либо препаратов в первой линии, применяемые для псориаза. Наружная терапия, также системная. Системные препараты применяются для тяжелых форм, при тяжелом течении псориаза. Это довольно серьезные препараты с побочными эффектами. Последний из препаратов – это биологические препараты. Дело в том, что при больных с псориазом, особенно с поражением суставов, псориатическим артритом, часто становятся инвалидами. Так вот, эти биологические препараты и назначаются таким пациентам. Единственный недостаток – это дороговизна. Что касается местной терапии, много препаратов, назначаемых врачами, являются дополнительными, вспомогательными препаратами. Существует также фототерапия, применение ультрафиолетов различной длины волны лучей. Раньше часто использовали ПУВА-терапию, которая заключается в применении лучей А, ультрафиолет А-лучей, с применением фотосенсибилизаторов. Дело в том, что такая терапия приводила к побочным эффектам, к таким, как онкологические заболевания кожи. Это плоскоклеточный рак, это базалиомы, меланомы. На сегодняшний день появился новый метод лечения – это ультрафиолет В 311 нанометров. Длина волны ультрафиолета В воздействует на псориатические бляшки, не вызывает побочных эффектов, таких, как вызывает ПУВА-терапия, и в том числе благотворно воздействует на высыпание. В Гомельском областном клиническом коже-вен-диспансере существуют такие аппараты. Считается, что больные с псориазом должны обязательно каждый год ездить на море, соленая вода, солнце. На самом ли деле это так? И можно ли ходить этим людям в солярии? Одним из методов лечения является санаторно-курортное. И еще с Советского Союза все пациенты с псориазом посещали Южный берег Крыма. Который благотворно воздействует на данное заболевание, если человек страдает именно зимним типом псориаза. Существует три типа. Это зимний, летний и недифференцированный. Зимний тип характерен тем, что он поддается лучам, и солнечные лучи благотворно воздействуют на заболевание. При летнем типе солнечные лучи не будут воздействовать. Зимний тип, как правило, обостряется в осенне-зимнее время. Летний тип провоцируется летом и весной. Но недифференцированный тип, он непонятно, когда он возникает. Это оказывает лечебное влияние на человека, воздействие? Совершенно верно. Лечебное. Но надо учитывать то, что в прогрессирующую стадию псориаза нежелательно получать солнечные лучи. В том числе. Почему? Потому что можно вызвать осложненную форму. Из обычного простого псориаза, обыкновенного, вульгарного, может развиться осложненная форма. Такая, как эритродермия, я уже говорил, когда поражение кожи носит распространенный характер и захватывает более 90% кожи. То есть даже отправляясь на санаторно-курортное лечение, человек должен обязательно проконсультироваться с врачом? В обязательном порядке. Проконсультироваться с врачом, определить стадию и тогда спокойно ехать, отдыхать. Вернемся к солярию. Что касается к солярию, я отношусь к этому с большой осторожностью. Почему? Особенно у людей с первым и вторым фототипом кожи есть риск развития меланомы. Поэтому лучи необходимо получать строго пациентам по назначению. В данном случае ультрафиолет Б311 нанометров – это те лучи, которые не вызывают таких побочных эффектов. И в то же время оказывают положительный эффект на псориатические бляшки. Геннадий Викторович, какие Вы можете дать общие рекомендации для больных псориазом, для того, чтобы избавить их от страданий и, может быть, избавиться от этого недуга? Человек должен прийти к врачу на прием, именно к дерматологу, для того, чтобы уточнить, псориаз это или нет, поставить правильный диагноз, выставить правильную форму, стадию псориаза, затем встать на диспансерный учет. Что такое диспансеризация? Это мероприятие, которое направлено на профилактику, мероприятие, которое направлено на диагностику и лечение заболеваний. Что касается общих рекомендаций – это вести здоровый образ жизни, не употреблять спиртные напитки, не курить, правильное питание, витамины. Спасибо большое вам за нашу беседу. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Геннадий Викторович Драгун, врач-дерматовенеролог, заведующий диспансерным отделением Гомельского областного клинического кожно-венерологического диспансера. Берегите свое здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра. И до новой встречи в программе «Диалог о здоровье». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова